Музыка Не понимаю, не понимаю, как можно смотреть вот эту вот муть, а когда по рентине бокс идёт, не понимаю. Аркадий Борисович, пора уже научиться подчиняться воле большинства. В этом и состоит принцип демократии. Видите ли, Екатерина Андреевна, вот вы пока у нас не поселились, нас поровну было. Когда эта краска на вашей кухне высохнет? Ну, какое же море, я не могу, какое море? Нет, нет, это не море, это океан. А пальмы, пальмы, господи, ну как будут оказаться там, ну хоть бы на недельку. Ха, на какие шиши. Не понимаю, зачем тратить деньги, чтобы вот... Вот, пожалуйста, всё бесплатно можно посмотреть по ящику. А лучший отдых это дача. Сосны, пруд рядом под боком. Свалка. Только кто-то на этой даче в гамачке лежит. А кто-то на грядках, буквой ЗЮ. Браво, браво. Мама, я вас что-то буквой ЗЮ не видел ни разу. Аркадий Борисович, посмотрите на своё взятие. Интеллигентный, милый человек сидит и молчит. Нет, ну я просто... Я бы давно... Ну знаете что, в чём дело? Когда вот вы у нас поселились, то интеллигентному человеку слова негде вставить. А что, бокс отменили? Где сдача? Это что? Локтарейный билет. Ну у неё там сдача, мелочи не было. Сколько? Тридцать рублей. Ну ничего себе мелочь, тридцать рублей. Ну отдаёт. А это вот увидели, что мальчишка из провинции, и вот всунули. Ну ладно тебе. Чё ты ладно? Всё тебе ладно, тридцать рублей. А это макулатура. А завтра ему тридцать воздушных шариков дадут. И мне что делать, надувать их что ли? Аркадий Борисович, Юрочка, иди сюда, я у тебя куплю этот билет. Милочи, да? Купите лучше себе распиратор. И наконец-то навестите свою кухню. Мне кажется, что у меня в голове каша. Я открою. Если это сосед, ни в коем случае. Здравия желаю. Молотка нет и соли тоже. Да нет, мне балкон нужен. Вышел за газетой, дверь захлопнул. Можно я с вашего балкона на свой перелик? Ну а вкусно, там че есть? Есть. Ну, в Самаре. Сестра в Самаре. Клюш в Самаре. Через два дня вернутся. Знаете что? Сходите в ЖЭК. Там наверняка есть слесарь. Он вам поможет. О, молодец. Уважаем. Светочка, ну почему он к нам все время ходит? Не к нам, а к нам. Чего там? Вот везет же людям, а. Смотри. Победитель лотереи выиграл путевку на двоих в любую точку мира. Не смеши, глупышка. Там уже все давно все поделено. Поедет директор фирмы с любовницей. И тут еще номер написали. 48-50. Аркаша! Что случилось? Вы не верили? Бог есть! Мы не верили, мы не поедем, мамочка, поедем! Господи, Господи! Вот радость! Радость, какая может быть радость, когда в ЖЭКе ни одного нормального слесаря нету. Давай, говорит, я тебе фонкой открою. Да, я говорю, фонкой, кажется, дебил может открыть. Ладно, я у вас поживу. Пока сестра не вернется. Не, надо ехать в Египет. Пирамиды, Красное море, рыбы с рук едят. Половина из них ядовитые. В это время в Египте вообще жара под 50. Загорать не рекомендуется. На теле появляются пигментные пятна. А я вот, может быть, хочу, чтобы у меня были пигментные пятна. Нет, лучше в Испанию. Барселона, коррида. А коррида это узаконенное убийство. Реально сделали, чтобы Москве ее запретили. Нет, я все-таки хочу, чтобы были пальмы. Пальмы? Да пальмами кого удивишь? Это тебя не удивишь. А мы только и видели, что пруд, сосны и свалки. Легать надо в Китай. Помню, стоял наш батальон под Пекином. Во-первых, это моя книга. А во-вторых, ваше мнение, никого не интересует. Пусть говорит. Ну, в общем, хорошо отдохнули. Так, я бутербродик сделал. Я не знаю, что там Пекин. Но в Таиланде рассказывали вам бары. В Таиланде это где куриный гриб? Вы что, Аркадий Борисович, хотите, чтобы мы все здесь закудахтали? Екатерина Андреевна, вас никто не спрашивает. Не вам ехать и не вам решать. А, кстати, действительно, а кто поедет-то? Путевка на двоих. А нас вон сколько. Я лично не претендую. Между прочим, этот билет купил Юра. А вы бы, Аркадий Борисович, удавились бы там и за 30 рублей. Да, да. А кто ему деньги дал? Кто их заработал? Я, между прочим, в свой выходной свадьбу снимал. А кто я тебе этот заказ подсуетил? Да. Впрочем, это моя подруга выходила замуж. И если бы не я, то ты не работала бы в свою подругу. Дорогая моя, если бы не я, не было бы у тебя никакой подруги. Потому что если бы мы не пошли с собой к моей Маргарите Павловне, и Борис Александрович не пригласил бы нас к Александру Захаровичу. А, между прочим, Борис Александрович, ученик моего мужа, вашего деда, и он бы никогда не... Что? Тихо! Тихо! Я сказал сидеть-стоять! Должен поехать глава семьи с женой. Какой семьи? Что значит, какой? А у нас их две. Разной семьи. Ах, вот как ты заговорил. Вот Анри. Между прочим, глава моей семьи. Ты почему все время молчишь, а? Ага, да. Вы так кричите, уже поздно. Соседи сейчас начнут по батареям лупить. А соседи все здесь. Вот это, нигде прилечь-то. Да в коридоре, в лифте, где угодно. Нет, нет, почему в коридоре? У Екатерины Андреевны, знаешь ли, есть свободная тахта. Что? Я вот с этим ночевать? Значит так, Светлана, сегодня я сплюсь с тобой, а Аркадий Борис с соседом. Знаете ли что, моя жена уже вышла из того возраста, чтобы спать с мамой. А с соседом спать я не по этой части. Я тоже опас. Екатерина Андреевна. Да. А вы по ночам не сильно храпите? Я считаю, что надо устроить голосование. Самый демократичный способ решения вопросов. Тогда мы победим со счетом 2-2. А почему? Мама пусть тоже голосует. Тогда победим. 2-3. А почему? Я уверена, мама будет на моей стороне. Тогда мы с тобой по разные стороны. Мама на мою сторону танком вы заточили. Я вообще ее не пущу. Ну, Маринка-то, да? Маринка-то, да? Вот как? Поили, кормили, воспитывали. Ты заметь, ремнем в редчайших случаях. Ну, ты представишь, заявляет. Да. У нас в доме две семьи. Надо было чаще ремнем. Я не понимаю, ну, откуда у нее? Откуда этот эгоизм вообще? Мы же с тобой совершенно другие. Откуда? Бабушку откуда? Ну, знаешь, я твоих родителей не обсуждаю. Мои родители, тебе глаза не мозолят. Да карта. А, голубчик, вот вы где. Ну, признаюсь, дорогие мои, такого я от вас не ожидала. Вы знаете, вы от меня вообще никогда ничего не дождетесь. Твой муж, понятно, всегда был хамом. Но ты-то, Светочка, откуда в тебе этот эгоизм? Мы с твоим отцом совершенно другие. А что? Я хочу сказать об отношении, вашем отношении к собственной дочери. Почему бы вам не подарить эту путевку ей? Где же ваша забота о ребенке? Где же душевная теплота, родительская щедрость, бескорыстие? Нет, мама, мама, ты не права. Мы Марину воспитывали, вообще отдавали все, что могли, все, что могли. И теперь, когда она выросла, я считаю, что мы имеем полное право. Имеем полное право. Ты у меня, между прочим, тоже взрослая и самостоятельная, но я до сих пор себе во всем отказываю. Да, кроме удовольствия портить нам настроение. Вот была бы у меня такая путевка, я бы, не задумываясь, отдала бы ее вам. Света, слушай, идея у меня. Давай подарим путевку бабушке, а она нам сразу назад. Ну, как острот, подумали бы лучше над моими словами. Подумаем, обязательно подумаем, но только после того, как вы увидите. Пожалуйста, было бы чем думать. Ну что, ну что, ты по-прежнему за это демократическое голосование? Ну что, мамулечка, скоро будем обедать? Мы скоро, мы не знаем. В смысле? А в том смысле, что ты как недавно заявила, что у нас в доме несколько семей. Продукты купила наша семья, обед готовит наша семья, для нашей семьи. А что там в вашей семье? Сами разбирайтесь. Что ж ты опять молчишь? Язык проглотил? Нет. Ну так скажи хоть что-нибудь. Приятного аппетита. Ну все. Ну а что ты еще хочешь услышать? Там молчит, здесь молчит. Нет, 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 пойми, здесь я молчу согласно пословице. Когда я ем, я глухо нем. А там почему ты молчал? Почему я одна должна бороться за эту поездку? Зачем же бороться? Я заработаю денег, мы тоже съездим. Когда ты заработаешь? Ну хотя, говорят, пенсионерам скидки. Слушай, я тебе обещаю, что мы съездим уже в этом году. Ну, в следующем. Ну а зачем ждать следующего года, когда вот она путевочка лежит? Бери и езжай. Значит так, ты сейчас же пойдешь к отцу и скажешь, что ехать должны мы. Но он так не думает. Ну, то убеди его. Если нужно, поругайся. В конце концов, ты мужик или тряпка? Можешь хотя бы раз кулаком по столу стукнуть? Могу. Ну зачем? Затем, чтобы побороться за счастье своей жены. Если ты настоящий мужчина, то ты должен добыть эту путевку. Я слышал совершенно другое. Понимаешь, что настоящий мужчина должен построить дом, вырастить сына, посадить дерево. В конце концов, но не путевка. Короче, выбирай. Либо ты сейчас идешь и разговариваешь с тихнем, либо у тебя нет жены. Мне тоже не нравится, как здесь готовят, Мариночка, но это не повод, так себя вести. Приятного аппетита. Спасибо. Разрешите? У меня, Марина, к вам серьезный разговор. Я считаю, что вы несколько некорректно ведете себя по отношению к родителям. В смысле? Ну как же, они тебя вырастили, воспитали с моей помощью. Образование, правда, не дали. Но это же все-таки родители. И несмотря ни на что, я считаю, что вы должны к ним относиться уважительней. Бабушка, я тебя не понимаю. На вашем месте я бы отказалась от этой путевки. Господи, боже мой. Вот и я говорю, Марина, зачем нам эта путевка? Анри! Ты, кажется, куда-то собрался. На. Аркадий Борисович, мне нужно с вами поговорить. Мы уже обо всем поговорили. Мне уже помощь нужна. Чужим семьям мне помогают. Ну что, со мной. О как, а? Ну в чем так дело? Марина попросила, чтобы я с вами поговорил. Но не так поговорил, а по-мужски. Что-то кулаком по столу, понимаете? А то, говорит, ты как тряпка. А с тряпкой я жить не хочу. Вот девчина молодец, а! Я у кого я воспитал. Я же не могу на вас кричать. Вы же мне как отец. Молодец. И зять у меня хороший человек. Ну, а что делать-то надо? Вот что я придумал. Может быть мы, это, пошумим, там, по скандалям. Ну, как бы, понимаете? А она и успокоится. Слушай, здорово. Потому что, если честно, моя туже чего-то это. Давай. Ну, поехали. Ну, вы начинаете, а то я не знаю. Ты не умеешь. Смотри. А я сказал нет. А не рано ли ты стал голос тут повышать, понимаешь? А вы мне рот не затыкайте, имея такое же право голоса, как все. Да с таким вот голосом надо сидеть в туалете и орать. Соня-то, чья б корова мычала. А не рано ли ты про коровы стал рассуждать, понимаешь ли? Его только тут с пальмы сняли, а он рассуждает сидит. Это меня-то с пальмы сняли? А вас-то, вас-то, вы-то оператор машинного доения. Только похороны снимать. Ха-ха. Чего ты сказал? Ну, Аркадий, вы же первый. Нет, 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 ну-ка повтори, чего ты сказал. А я не буду. Давай, 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 повтори. Не буду. Неправильно-то. Что? Я ж я все слышал, а? Ты посмотри, он тут будет еще рассуждать, не понимаешь ли? Тут по поводу машинного доения. Что ты в этом понимаешь? А вы думаете, про пальмы не обидно? Да меня сам Бутарчук приглашал, между прочим. У меня плечо, штатив, один грамот, знаешь сколько? Азантибурундия, цивилизованная страна, и на пальмах там никто не сидит. А не колючек, да. Значит, мы тебе не нравимся. Ну как? Да, да, не нравимся. И что у них там происходит? Нормальный мужской разговор. Я очень переживаю за Анри. Не надо за него переживать. Попереживайте лучше за папу. Ну, за кого, за кого, а? Мама, ну как ты можешь? Ну, как? Ну, вы решили, кто едет? Пока никто! И я, только я буду понимать тогда окончательное... Ну, всё! Я пошла. Шумно у вас. До скорого. Значит так, раз пол у бабушки высох, нам никто не помешает принять какое-нибудь решение, какой-нибудь вариант. Аркаша, я твою мочалку возьму. Спасибо, друг. Значит так, нам надо выбрать какой-нибудь один вариант из двух. Ну, а я предлагаю компромисс. Пусть поедем мы с Мариной. Как это здорово! Ни вашим, ни нашим. Ну, почему? И нашим, и вашим. Мне этот вариант очень нравится. Да, да. И посмотрите, как звучит благородно. Как-то мужья отпустили жен отдохнуть. Так сказать, от забот, от хлопот, от будничных дел. Спасибо тебе, дорогая. Не ожидал я тебе такого, да. Есть тогда другой вариант. Едем в мысанри. А что такое? И вы отдохнёте так же от будничных дел. Вам в два раза надо будет меньше стирать. В два раза меньше надо будет готовить. Ну уж нет. Нет. Двух мужиков я не отпущу. Вы там споётесь, наёте себе колонки. Ну, что это ты взяла-то? Что ты так думаешь? Да. Потому что мужики обычно кого-то себе ищут. Вы же там всё время себе что-то ищете. Это, да? Как они о нас с тобой думают, да? Ну, ничего, есть ещё один вариант. Еду я и Марина. Папа с дочкой. А что, мне нравится. Ну, знаете, это только по паспорту вы папа с дочкой. А знаете, как в другой стране-то это будет смотреть? Нормально будет в другой стране. Мы поедем в такую страну, где это будет смотреться нормально. Зази брудью. Зази брудью ты с Мариной поедешь. Ну, мне такой вариант тоже нравится. Нет, а есть ещё один вариант. Какое? Едем я и Анри. Я против. И я против. Не, ну я тоже против. Отлично. Ещё один вариант от палки. Уже легче. Всем добрый вечер. Добрый. Опа. А это кто? Это Таня, Маша и Вика. Они со мной поедут. Куда поедут? Как туда? В Таиланд. Ну, по тому билету, который я принёс. Ах, это ты им принёс. Это, это, это он принёс, оказывается. Ну, вообще-то, Аркаш, билет-то Юра купил. Подожди. Скажите, пожалуйста, молодые люди, а как вы собираетесь ехать вчетвером по билету на двоих? Ну, это вам взрослым на двоих. А нам полцены. Я сам ходил, узнавал. Юраш, кто это? Чё за проблема? Ты ж говорил, всё на мази. Не подходите ко мне. Не, слышите, я сделаю этого. Чтобы из-за какого-то кулачка бумаги рушилась моя семья. Папочка, ну если он тебе так противен, отдай его мне. Нет, не отдам. Не отдам. Если мы не можем решить, что с телевизором, то будем поступать, как дикари. Эй, Андрей, где ты? Ну, при чём ты, Андрей? Где, как там, в Африке? А при том, а при том, пока его не было, у меня была одна семья. Глупи, отдай его мне. Не заслужил. Никто не заслужил. Он по глупости пришёл ко мне в мой дом, он по глупости уйдёт. Ну, Господи, мы идут, ты устроишь пожар. Так, 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 так. Боже мой, какой дешёвый. Так, переигрывайте, Аркадий Борисович, переигрывайте. Да, что случилось? Я что, пол не высох? Я покрашила гостиную. Леонора Артуровна посоветовала мне замечательную краску. Такая интенсивная бирюза с меланжем. Этакий постмодерн. А у вас в гостиной паркет. Я вообще раз из ума не выжила паркеты красить сены, Аркадий, сены. Ну, ты долго будешь стоять, как Прометей. Я сейчас и разрублю этот гордий пузел. Вам, Аркадий Борисович, за Александра Македонского, как мне до Волочкова. Вы не верите мне? Тише. Тише. Что вы все вокруг него прыгаете? Он же ничего не сделает. Он же слабак. Светлана, пошли пить чай. А ну, вы же чай пить. Тише. Я знаю, что делать. Я знаю, как на эту путевку отдохнет вся наша большая семья. Уважаемая Екатерина Андреевна, вы наша. Мы тут посовещались и единогласно решили, что лучшей кандидатуры нам не найти. Вот это вам. Что это? Это двухнедельный круиз по Нилу. Панилу! Боже мой! Боже мой, какой шарман! Египет! Вы знаете, мы подумали, что там много крокодилов. И вам с ними интересно будет. Двухнедельный! Боже, какая прелесть! А кто это? Наконечный Кирилл Сергеевич. Наконечный, это я. Борисыч, у тебя чистые плавки есть? Боже, как хорошо, когда в доме тишина и идиллия. Это точно. Доченька, включай скорее телевизор, а то сейчас придет папа, а там бокс начинается. Ух ты! А это что за праздник? Ну, ты даешь. Папа же сегодня получает отпускный. Спокойно. Сидеть, слава богу, есть на чем. Ну, наконец-то, кормили. Отлично. Вот. Это что? Все отпускные? Спокойно. Это я на еду отложил, а на остальные... Вот. Да? Мне так нужно слушать. Субтитры сделал DimaTorzok